Как мне не орать на ребенка и что мне делать, когда ребенок орет? Две частые проблемы, с которыми родители обращаются к психологам. Это программа «Мамина школа», меня зовут Олеся Новикова. Ставьте лайк нашему проекту и подписывайтесь на наш канал, а мы сегодня будем разбираться, как помочь себе и своему ребенку приручить злость. Смотрите в программе «Как приручить злость» детскую и родительскую. Мама и малыш успокоить друг друга просто. Фрукты, овощи на грядке. Зачем городскому ребенку такие умения? И рецепт «Удон с мясом». 99% мам в опросе в маминой школе ответили, что хотели бы, чтобы в их доме стало спокойнее, а отношения с детьми приносили удовольствие. Добиться таких результатов нам сегодня поможет семейный психолог и кандидат наук Мария Кривощапова-Демина. Мария, добрый день. Добрый день, Олеся, добрый день. Мария, вы учите родителей не подавлять свою злость, а приручать ее. Вот эти что, формулировки и вообще такой настрой имеют какое-то значение? Да, Олеся, безусловно, имеют. Потому что мы исходим из того, что природа мудрая, да? И на всякую эмоцию, и всякая эмоция, всякое чувство важное и нужное. И нам важно не бороться с этим чувством, потому что злость адекватная может быть очень важна и нужна. Чуть позже, надеюсь, скажем об этом. Поэтому мы ее приручаем, а не подавляем, не боремся. Мы учимся ей управлять. Ну-ка, прекрати злиться. Эту фразу очень можно часто услышать от мам на детских площадках. А ребенок вообще может прекратить злиться? Ему вообще по возрасту эта функция доступна? Или если, как вы говорите, природа дала ему возможность злиться, то не просто так, значит, злиться ему надо? Совершенно верно. Злиться ребенку просто необходимо. И очень важно мамам и папам знать возрастные особенности, да? То, как формируется мозг ребенка. И, конечно, в дошкольном возрасте до 4 лет мозг еще очень незрелый. И вот эта вот область, которая отвечает за регулирование, задумание, за интеграцию, она очень незрелая, да? Поэтому, конечно, попросить ребенка перетащить, знаете, 20-килограммовые гири в тот момент, когда он может принести только 200 грамм, вот примерно такая задача. Мы взрослые-то, да, не очень с эмоциями бываем в ладу. И поэтому, конечно, важно ребенка учить обращаться со своими чувствами. Можно ли сказать, Мария, что у каждой эмоции, да, которая от ребенка исходит, особенно если это эмоция негативная, как ее называют родители, есть свои причины. И если ребенок злится, то это происходит не потому, что он такой злюка, злыдень, вредный, как еще родители по-разному называют своих злящихся детей, а злятся они потому, что в тех условиях, в которых они сейчас находятся, по-другому они вести себя не могут. Да, совершенно верно. Вы знаете, я как раз приглашаю родителей рассматривать вот такое вот условно-нежелательное поведение всегда как сигнал. Что-то происходит, да, ребенок кричит, что происходит. И это могут быть совершенно банальные вещи. Ему жарко, холодно, он голоден, он устал. И прежде чем как-то осуждать ребенка, просто перечислите внутри себя вот это вот. Может быть, у ребенка недавно родился братик или сестричка, или у него адаптация к детскому саду, или бабушка что-то перед... не дала ему конфетку, да, масса поводов для фрустрации. Поэтому, да, рассматривайте, пожалуйста, поведение ребенка, вот это вот нежелательное, как сигнал. Что-то не так. Ну и наша задача разобраться, а что не так, и поддержать ребенка. Вдруг, Варея, кто-то из родителей, которые нас сейчас смотрят, не знают вот этот термин фрустрация. Можете простыми словами объяснить, что это значит, что испытывает ребенка? Это раздражение. То есть ребенка до 4 лет раздражает буквально все, да, что идет неплоево. Надо ложиться спать. Хочу конфетку вместо супа. Не дают поиграть. И мультиков много не дают. И вообще хочу валяться на полу. То есть буквально все, огромное количество поводов для раздражения у ребенка. А регулировать он это еще не научился из-за незрелости мозга. Ребенок глядит на своих родителей, как в зеркало. И все, что они ему показывают, повторяет. И чтобы научить ребенка контролировать свои эмоции, нам в первую очередь нужно самим освоить эти навыки, а потом показать ребенку свои умения. Подробности в нашем следующем сюжете. Как приручить злость? В кабинете психолога Юлии Кесарь этот вопрос звучит часто. Такие эмоции важно испытывать и взрослым, и детям. Главное – научиться их правильно выражать. Все-таки злость нам дана, чтобы отстаивать свои границы, добиваться того, чего нам хочется. И каждый родитель, наверное, желает, чтобы у ребенка были здоровые отношения со своей злостью. Поэтому я считаю, что злиться ребенку обязательно нужно позволять, но направлять его эту энергию в позитивное русло. Ребенок понимает, что злость – это не что-то страшное, что это нормальное чувство, присущее каждому человеку. И обретает уже инструменты, как с ней обращаться. Когда злость наступает, нужно выдохнуть. И лучший инструмент для этого – воздушные шары. Вспоминаем ситуацию, что вызвало гнев, набираем полные легкие воздуха и надуваем шар. Вот смотри, вот здесь наша злость хранится. И чем больше у нас злости, и мы ее в себе держим, держим, складываем, складываем, тем больше шарик надувается, и со временем он может лопнуть от этой злости. Поэтому важно свою злость не накапливать, а постепенно выпускать. И мы сейчас попробуем с тобой, чтобы нам шарики помогли выпустить нашу злость. Выражать злость легче, если все в порядке с эмоциональным интеллектом. В помощь детям и родителям психологические игры. Пишем на карточках различные ситуации, которые могут вызвать чувство злости. К пример можно приводить реальные случаи. Леся разозлилась на маму, которая заставила ее надеть дурацкий костюм на праздник. Бывает, что ты злишься на родителей? Бывает, что злишься на родителей. Когда злишься на родителей? Когда я что-то не хочу, надо делать все. Кисти и краски – один из самых эффективных способов снять напряжение. Помещаем лист в файл, снова вспоминаем причину злости, набираем краски и беспощадно раскрашиваем поверхность. Вот такая вот у нас получилась злость. Вот так вот мы ее нарисовали. Теперь нам нужно брать чистенькие листочки и промакивать ее. Вот так вот злость она возникает. Вроде бы она сильная-сильная, но когда человек умеет с ней справляться, может ее выражать, не держит ее в себе, то ее становится меньше и меньше. А если белоснежных отпечатков недостаточно, сворачиваем их в плотные свертки и вступаем в бой. Еще один способ высказать все, что накопилось – игра лепешка. Ее разработал немецкий психотерапевт Гюнтер Хорн, чтобы помочь детям и родителям прожить гнев и злость в игровой форме. Вместо готового набора можно использовать поле любой другой игры-бродилки. Понадобится кубик и пластилин. Каждый участник лепит фигурку из пластилина того цвета, что и поле. Если на поле попадает чужак, хозяин должен обвинить его за какой-то проступок. Змейка, ты вот приползла ко мне в домик. Мало того, что без разрешения, ты залезла в мой компьютер и удалила все мои документы. Прости, я потерялась и случайно. Если извинений недостаточно, владелец поля может наказать обидчика. Щелкнуть по фигурке, изменить его форму и даже превратить в лепешку. Я, конечно, тебя понимаю, но простить не могу, потому что там было много всего очень важного. И нечего лазить в мой компьютер. Вот так вот тебе. С помощью боя подушками или боксерской грушей специалисты говорят, выражать гнев можно и нужно, но грамотным способом. И если делать это в игровой форме, в реальной жизни не останется места затаившимся обидам и подавленной злости. Сегодня семейный психолог Мария Кривощапова-Дземина помогает нам разобраться, как же не подавлять свои эмоции, а выражать их экологично. И мы продолжаем. Мария, если родители еще принимают злость ребенка, когда она направлена на кого-то другого вовне, даже в этот момент его поддерживают, жалеют, то когда ребенок злится на своего родителя, вот тут говорят, молоко на губах не обсохло, не имеешь права на меня злиться. Вот что на это скажете? Потому что почему родители так реагируют? Вот говорят, злиться на маму, значит, маму не уважают. Вот такой знак «равно» ставят. Да, действительно, есть такое мнение, и родителям действительно бывает очень обидно. Как же так? Я все делаю для ребенка, да, он на меня злится, недоволен. Конечно, это не равно неуважение. Нет. Ребенок любит и уважает. Это действительно просто связано с тем, что ребенок не умеет эмоционально регулироваться, да. Его чувства очень... Он что испытывает, то и показывает, да. Не умеет еще интегрировать чувства, задумываться. Вот если я тебя ненавижу, значит, я тебя ненавижу, говорит он маме, вот прямо сейчас. И вот этот вот момент интеграции чувств, он только наступает в возрасте 6-7 лет, когда префронтальная кара созревает. Поэтому не берите, пожалуйста, на свой счет. Ребенок выражает свои чувства, это не значит, что он действительно вас не любит. Причем на самом деле, Мария, это же ведь всегда так быстро и коротко происходит. Вон только что тебе говорил, что он тебя не любит, кричал на тебя из леса, через несколько минут он уже тебя обнимает, ласится, как котенок. Да-да-да, это ровно про возрастную незрелость. Ребенок не умеет смешивать чувства, да. Это мы взрослые. Можем понимать, что я могу и злиться, но одновременно я люблю этого человека. А ребенок не научился, нету этой способности пока возрастной, да. Если он ненавидит или если он любит, это прямо всем телом, всей душой. Ясно. Хорошо. Мария, что такое слезы тщетности и почему ребенку обязательно нужно разрешение эти слезы выплакать? Нужное количество в своем возрасте. Да-да, слезы тщетности это путь к адаптации. Вот когда ребенок злится, да, допустим, он строит какую-то башенку, а она не строится, падает, рушится. И когда она разрушается, это очень горько, очень больно и очень обидно, да. И ребенок начинает плакать и прожевать это. И вы рядом можете проговаривать, что это очень обидно, и ты рассердился, и так не получается, да. И прожив вот это вот, и сделав какой-то вдох и выдох, он может сказать, ну ладно, давай следующий, да. Или вы можете сказать. И это путь к адаптации, да, и если мы не даем проживать детям эти слезы тщетности, то потом у нас будут проблемы. Мир же очень непредсказуемый, да, и любое, то, что идет не по плану, будет вызывать очень много, очень много раздражений. А не по плану, в любом случае что-то будет идти. То есть не удастся нам расстелить везде ему дорожку и соломку. То есть учим, да? Да, да, да. Но очень часто, Мария, вот мама, когда слышит, что ребенок плачет из-за того, что у него что-то не получается, ее это раздражает. Почему? Это потому, что активизируется ребенок внутри нее, да. Мы же все были сами когда-то детьми, и это актуализирует, проявляет наш собственный детский опыт. Может быть, вам запрещали плакать, и тогда это невозможно слушать, да, и почему. А может быть, вам тоже горько. То есть вы как бы становитесь взрослым, вы ребенком не можете контейнировать, да, чувство, как взрослые, сказать ему, да, ты злишься, иди сюда тебя пожалею. А тоже начинаете, условно говоря, с детской позиции запрещать, злиться и так далее. Да, то есть вы теряете взрослого внутри себя. А знаете, что еще может успокоить это совместное дело, которое интересно обоим? В следующем сюжете работающие рекомендации, как вырастить с ребенком огород. Надеваем фартук и на рукавники, чтобы не испачкаться. Готовим лопатки, грабли и лейки с водой. Пригодятся. И достаем из тенька рассаду. Сейчас будем сажать. Мы сегодня на нашем огороде планируем с ребятами посадить что? Сладкий перец и помидор. Задача первая – выкопать ямку да поглубже, чтобы поместился весь корешок и кусочек стебля. И, казалось бы, зачем городским детям такие умения? Ведь и тыкву, и кабачок, что посажены на этой грядке, можно купить в супермаркете. Это, во-первых, сближает, прежде всего, детей, коллективный труд. Во-вторых, труд на свежем воздухе укрепляет здоровье детей. У многих есть дачи, у многих есть бабушки с дедушкой, которые живут в деревне. Всегда прошу, пусть ваш ребенок вам помогает. Да, естественно, он не потащит большое ведро, полное воды. Но выделите ему уголок его земли, чтобы он там же посадил тот же кустик лопники, тот же кустик помидор. Лучше всего растут и не требуют особого ухода редиска, петрушка и лук. Большой плюс от такого огородика – дети работают рядом. А значит, учатся спорить, договариваться и помогать друг другу. Каждому по пол ведерка водички наливаем в лунку и ждем, когда полностью впитается. Если забывать поливать, то они не выпустят ростки и не будет урожая. А вот химические удобрения на детском огороде использовать не стоит. Опасно. Если нужно растение укрепить и подкормить, можно подсыпать в лунку что-то натуральное, например, древесную золу. Она удобрит землю, чуть-чуть ее взрыхлит, и растение будет лучше подниматься в рост. Пришло время опускать кустик в лунку. Аккуратно, чтобы не сломать, закапываем и чуть прижимаем. Присыпаем рыхлой землей. А когда рассада укрепится, поможем ей оставаться стройной. Рядом с каждым кустиком поставим тычки, чтобы было на что опираться. И уже можно помечтать, каким же вырастет урожай. Помидоры будут на вкус вкусные. На вид темно-красный. Мне кажется, они будут сладкие. Если добавить немного соли, то будут кисленькие, такие солененькие. Поливать два раза в сутки, утром и вечером. Почву рыхлить, чтобы была воздушной. Вроде бы хлопот много, но все они потом перекроются радостью. От первого урожая. Сегодня вместе с семейным психологом Марией Кривощаповой-Деминой учимся понимать, что чувствует ребенок и разбираемся, как ему помочь справиться со своими сложными чувствами. Мария, можно сказать о том, что ребенок, когда злится, особенно остро нуждается в своих родителях, в своем близком взрослом. И вообще, можно вот этот факт, если это так, использовать для того, чтобы эти отношения укрепить, наладить и еще больше сблизиться? Да, именно так и предлагают делать современные ученые. Рассматривать ситуацию, когда ребенок злится или в очень уязвимом положении. Как ситуацию для сближения. Как ситуацию для того, чтобы вы могли ребенка чему-то научить. Саморегулироваться, осознавать свои эмоции, справляться с ними. Когда вы можете оказать поддержку, выяснить, как вообще ребенок живет, что с ним происходит. Научить его очень важным, полезным навыкам. Эти чувства и эти ситуации позволяют нам. К слову, и для взрослых так же работает. Если вы воспринимаете конфликт как точку роста и сближения, это совсем другое дело. Кстати, мне кажется, Мария, что в тот момент, когда мама переключается с этого подхода, что ребенок злит меня, ребенок нуждается во мне, она как-то поспокойнее начинает на все эти злючьи проявления реагировать. Да, да, да. И когда мама понимает, что это сейчас хороший момент поддержать ребенка и чему-то важному научить. А поверьте, во взрослом состоянии нам очень сильно пригождаются навыки регулировать и осознавать свои эмоции. Но в тот момент, Мария, когда он злится, он же не настроен на то, чтобы чему-то учиться. Он вообще с трудом слышит то, что мама ему говорит. Да, и тогда вы сначала ребенка поддерживаете, помогаете ему проживать его чувства. Называете их, да. Ты злишься или тебе обидно. Или спрашиваете, ты ударился, тебе обидно просто. Или это больно, да. То есть научаете осознавать и называть. Потому что то, что осознанно, да, тем мы можем управлять. То есть поддерживаете, потом ребенок поплакал, свои слезы, тщетности. И вы можете обсудить ситуацию, да. Но он уже чувствует, что можно безопасно чувствовать и проживать эмоции. И это очень важно для эмоциональной близости, для контакта мамы и ребенка. Мой пятилетний сын, когда злится, он топает ногами. И я ему разрешаю это делать. Я считаю, что это вполне экологичный способ. Возможно, наши соседи только снизу не очень этому рады. Но, по крайней мере, никто из семьи от этой злости не страдает. Есть еще какие-то вот такие же тоже адекватные, не знаю, интеллигентные, воспитанные способы злиться, которым можно научить своего ребенка? Да, да. Когда вы говорите ребенку, ну, к примеру, не бей свою сестру, но ты можешь. И здесь вы можете предложить. Ты можешь потопать ногами, можешь помутузить, побить вот этого мишку. Хочешь, и быстро ему подсовываете какие-нибудь старые журналы. Давай вместе рвать бумагу, да, яростно. А давай, например, если, например, у нас в свое время мольберт такой стоял. Белый можно было подбежать черным фломастером, начать малевать. А хочешь рожи страшные делать в зеркало будем, можем покричать, можем кулаками вот так вот подвигать. Можем, если вы на природе, например, камушки с громким плюхом бросать в воду, да, кто громче. То есть выражать, учить ребенка выражать экологично эту злость. Можно с папой борьбу какую-то устроить, да, то есть обознать. Сейчас мы помутузимся с тобой, подеремся прямо, да, выразить это. Ну и тоже, Мария, вот этим навыком нужно учить ребенка не в момент, когда он злится, а предлагать их и до, а потом в момент злобы напоминать. Слушай, ты можешь делать так, как мы тогда пробовали. Вы можете перенаправлять. Конечно, если ребенка уже затопило, и он совсем находится вот в такой, в истерике, да, то сложно это, да, перенаправлять его. Но если это еще поддается, скажем так, контролю, если это еще не очень сильное чувство, вы прямо предлагаете в моменте, да, слушай, давай сейчас вот это вот потопаем, позлимся, порычим с тобой вместе и помогаете, да, показываете, подаете пример. Вместе рычите. Взрослым это очень полезно, как бы сказать. Кстати, да. Тоже. Вот. Да-да-да, можно это делать в моменте. Но иногда истерика такая уже неконтролируемая, что здесь, да, нужно держать любящие теплые объятия, дать человеку вот это вот все прожить, потом выдохнуть и жить дальше. Сейчас время рецепта от супермамы Кати, и честно говоря, сегодня я не знаю, чем она нас удивит. Поэтому для всех будет сюрприз. И что? Тебе нужен фарш? Ему нужен фарш. А мы сегодня готовим очень простое и понятное блюдо. Это лапша в восточном стиле. Смотрите, у меня тут стандартный набор. И вот, что я предлагаю. Если лапша, то замените ее на сорт удон, если найдете. Фарш лучше брать говяжий, он идеален к этому рецепту. Томатная паста вроде, казалось бы, обычная, простая, но на самом деле можно взять острую корейскую пасту, тогда у блюда появится пикантность. И если сыр, то можно использовать не обычный стандартный сыр с таким пресным запахом или сливочным, а острый, пряный, такой яркий. И кунжутное масло. Все знают, что оно очень вкусно пахнет. И да, я забыла, соевый соус без него никуда. Вода закипела, значит, время отварить лапшу. Делаем это до состояния аль денте. Можно сломать пополам. А теперь, пока все там варится, нужно сделать соус. Для этого берем соевый соус. 30 миллилитров нужно. Так, столовая ложка сахара и туда же добавим кунжутное масло. Пора обжарить фарш на сковороде. Для этого добавим немного растительного масла, совсем капельку. И выкладываем туда обжариваться фарш. Все, тут уже практически готов фарш. Теперь натираем туда сыр. Нужно совсем немного. И желательно, конечно, на мелкую терочку, чтобы оно все быстро между собой подружилось. А потом добавим туда соус на основе соевого соуса и кунжутного масла. Кстати, вы можете добавить в этот соус уксус, либо капельку лимонного сока. Тогда получится кислинка. А так, очень пряный, сладкий вкус. Пока все не выпарилось, добавим томатной пасты. Вот такой сок красивый. Очень классный соус. И пахнет просто невероятно. И следом добавим лапшу. Иди сюда. Вот ты сюда залез зачем? Тебе нельзя, а мне можно. Вышло очень вкусно. Классный ужин. Он вполне простой, легкий. Готовится, как вы видите, совершенно не сложно. Так что рекомендую приготовить и порадовать себя и своих близких. Рецепты супер мамы Кати мы собираем на нашем канале. На ютюбе там десерты, гарниры, салатики. Все очень быстро, просто и низкокалорийно. Я рекомендую вам на наш канал подписаться, чтобы не пропустить новые идеи. Мария, я хочу затронуть и тему маминой злости. Вот про детскую злость мы уже поговорили. Потому что мамина злость это эмоция часто неконтролируемая. То есть вот так сорвала и полетела. Вот что делать во время вспышек злости маминых, после и до? Вот меня интересует профилактика этих вспышек. Вообще возможно? Вы знаете, вообще очень глобально то, почему мама злится, можно разделить на две большие причины. Первая, это, конечно, вопрос маминых ресурсов. Если вы уставшая, истощенная, не выспавшаяся и так далее, то, конечно, вы часто можете срываться, злиться. И это совершенно нормально. Тогда важно целенаправленно заниматься ресурсами. Вторая, основная причина, связана с тем, что, как мы немножко уже упоминали, что ребенок нажимает на какие-то ваши собственные красные кнопки, то есть актуализирует ваш собственный детский опыт. И тогда имеет смысл здесь разобираться чуть поглубже. Но что можно сделать в моменте? Это все более глубокие вопросы. Что можно сделать в моменте, когда вы чувствуете, что сглозь поступает, и сейчас вы сорветесь? Вы делаете глубокий вдох и задерживаете дыхание. Что происходит в этот момент? Как можно дольше задерживаете? Мозг лишается кислорода. Он уже перестает думать, как ребенок себя ведет. Мы перебиваем, сбиваем, меняем доминанту. Сейчас он думает только, как начать дышать. То есть это для него теперь главная задача. А про то он уже забыл. Абсолютно так. Да, и это ваша спасительная пауза. Вы сделали этот вдох, потом выдохнули. Вы можете сделать еще раз. Это очень короткий прием, но он помогает. Еще один, то есть задержка дыхания. Еще один важный момент, тоже простой. Это смена положения тела. Когда вы спускаетесь на уровень ребенка, садитесь с ним, например, на коврик, вам гораздо сложнее злиться, чем когда вы строгой, огромной фигурой нависли над вашим маленьким малышом. Правда? А если лечь на пол, так вообще кричать больше не получится. Да, неудобно. Ну и во главе всего, конечно, важно осознавать, что вас раздражает, что вас включает. И, соответственно, если вы действительно уставшие, это не ребенок виноват, что вы уставшие. И не его надо чинить, а маму надо чинить. Да, да, это ваша ответственность позаботится о том, как бы мне себя наполнить. Но вот эти два приема, да, с дыханием и со сменой положения тела я предлагаю мамам попробовать буквально сегодня. После злости, после крика, Мария, надо идти извиняться, объясняться. Это, не знаю, плакаться ребенку в плечо или сделать вид, что ничего страшного всякое бывает. Вы знаете, да, важно уметь брать ответственность за ваши срывы на себя. Да, не ты плохой, и я из-за тебя сорвалась, да, а это я устала, малыш, я устала, я сегодня плохо себя чувствую, я недомогаю, прости меня, пожалуйста, да. Ну и важно, опять же, понимать, что вам нужно научиться приручать злость и двигаться к этому шажом за шажочком. А просить прощения в этом нету ничего страшного. Это очень важный навык, учить ребенка, что мы живые, что взрослый тоже может ошибаться. Можно ли, Мария, злость делить на адекватную и неадекватную? И может ли мама научиться злиться адекватно? Потому что если мама так умеет злиться, то, мне кажется, и все члены семьи тоже этот навык быстро от нее смогут перенять. Совершенно верно, да, мы с вами и начали с того, что злость может быть адекватной, и на самом деле она нас защищает от многих. То есть вариант вообще не злиться, это не вариант, такого быть не может? Конечно нет, иначе, когда на вас нападают, наступают вам на ногу и нарушают всячески ваши границы, осознанно или неосознанно, вы тогда не сможете это осознать. Поэтому адекватная злость, адекватное раздражение – я голодна, да, я устала. Мы по ней понимаем о своем состоянии, да, это мне не подходит. И вот чем отличается адекватная злость от неадекватной? Что мы ее осознаем на уровне раздражения. Нам не нужно идти злость, ярость, гнев и так далее. По этой лестнице гнева вверх, чтобы она становилась неадекватной. Поэтому, да, здоровая злость очень полезна, нужна и важна. И выражать ее бывает очень нужно. А как вот маме выражать ее тоже, да, экологично? Вот хорошая фраза, экологичное выражение эмоций. Словами. Словами. Говорить. Слушай, ребенку, да, я уже очень сердитая, я уже очень злюсь. Я помню, я своей дочке показывала старшей. Вот у меня терпение вот столечко уже осталось, да, прям визуально. Пока вот чуть-чуть осталось, уже сейчас все, уже терпение заканчивается. И дети, они хорошо научаются, когда вы осознаете свои чувства, да. Они тоже достаточно быстро могут научиться это делать и говорить, я узнал, я устал. Но чаще всего ребенок, вот для него это вообще всегда как сюрприз такой неприятный. Мама вроде сидела, сидела спокойно, потом начала резко орать и злиться. И он частенько просто вообще не может понять, что вообще вызвало эту вспышку ярости. То есть, когда мы вот это вот терпение, да, на пальчики показываем визуально, когда словами говорим, ребенку проще в наше состояние тоже войти и нас понять. Конечно, конечно. И главное, вы сами начинаете осознавать, что со мной происходит. Вам не нужно до этой точки кипения доходить, да. То есть, вы отлавливаете себя на уровне раздражения и, собственно, делаете какой-то шаг-два, чтобы это раздражение снижить. То есть, берете паузу, отдыхаете, звоните подруге, сажаете малыша чем-то заняться таким, чтобы выпить чашечку чая, ну и так далее. Свои способы, да, какие-то прийти в себя и использовать. Чудесно. Мария, спасибо вам большое за помощь, за то, что не критикуете, а поддерживаете. И чем больше мам услышат то, что вы говорите, тем больше вокруг нас будет счастливых семей. Я вам желаю успеха в вашей хорошей, важной работе. Спасибо большое, Олеся. И, да, очень рада участвовать у вас. Пусть в ваших отношениях будет больше любви и принятия. И пусть станет меньше ссор в наших силах научиться понимать ребенка и его чувства. И с таким настроем точно все получится. Это была программа «Мамина школа». Ставьте лайк нашему проекту и подписывайтесь на наш канал. А мы увидимся с вами на следующей неделе. Будем растить здоровых и счастливых детей вместе.